здравствуйте дорогие друзья сегодня в рубрике по вашим заявкам компания ford расскажу то что я не думаю и проведем вместе с вами достаточно подробный обзор ford это американская автомобиле строительная компания производитель автомобилей под маркой ford четвертый в мире производитель автомобилей по объему выпуска за весь период существования компания основана в 1903 году генри ford который создал ее получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов компания ford получила известность как первая в мире применившая классический автосборочный конвейер запущенный впервые 16 августа 1913 года конкурентами компании являются другие автомобилестроительные корпорации такие как general motors toyota и ну вы все знаете производители автомобилей давайте посмотрим на график была существенная просадка в течение года и как вы знаете данная компания находится у меня портфеле вот момент ее приобретения в два этапа ее покупал ну довольно таки удачная получилась точка входа за все время график выглядит таким вот образом то есть находится на достаточно низком уровне и с момента покупки компания прибавила 17 процентов давайте рассмотрим ее фундаментальные показатели п е в районе 10 это как вы видите средний по отрасли показатель это немного и немало то есть компания находится как и в среднем отрасль по показателю п е это соотношение рыночной цены акций к прибыли на акцию в годовом измерении пек 0 6 данный показатель показывает переоцененность или недооцененность акции компании то есть показатель 0 6 говорит о существенной недооцененности акции на будущие периоды то есть этот показатель прогнозный и соотношение рыночной цены балансовой стоимости акций единичка то есть на текущий момент если мы приобретаем одну акцию форда то она равна балансовой стоимости то есть стоимости всех чистых активов компании форд поделенных на количество акций то есть она сейчас в таком диапазоне как вы видите стрелочка индастрии гораздо выше в районе пяти то есть средний по отрасли показатель примерно pb5 то что у форда он является единичкой это показатель позитивный также давайте приведу те данные которых не указано в программе по балансовой стоимости одна акция сейчас если быть точным стоит 9 долларов 6 центов показатель ps это показатель который говорит нам о отношении капитализации к выручке годовой он находится на уровне 0,23 как вы знаете это показатель очень хороший говорит о том что капитализация компании покрывается оборотом выручки ну примерно за три месяца показатель свободного денежного потока примерно восемь с половиной это тоже показатель довольно позитивный говорит о том что у компании хватает свободных денежных средств чтобы выплачивать дивиденды рассчитываться по текущим кредитам и еще остается финансовые средства на расширение на улучшение модернизацию все прочее то есть тоже показатель позитивный коэффициенты быстрой ликвидности текущей ликвидности находится примерно 1 и 1 1 и 2 это тоже показатель достаточно хорошие говорят о в целом о здоровье и коэффициент трое который я также применяю свои таблицы коэффициент рентабельности собственного капитала 10 процентов тоже достаточно позитивный то есть фундаментальные мультипликаторы достаточно положительные все в порядке то есть на текущий момент акции форда можно назвать недооцененными давайте поговорим о прогнозе на будущее как вы видите в районе 19 20 года ожидается снижение выручки фиолетовая зона нам об этом говорит и также прибыль зеленая зона в перспективе она планирует рост давайте перейдем к следующему графику и по прибыли посмотрим несмотря на то что выручка будет сокращаться по крайней мере это планируется прибыль на акцию будет расти была определенная просадка в девятнадцатом году она уже в цене акции то есть они уже отыграли вот эту просадку и ожидаем 19 20 год увеличение прибыли на акцию это тоже параметр достаточно позитивный давайте вернемся посмотрим примерно как это выглядело ну то есть тут сыграли определенную роль некоторые отголоски возможного кризиса как вы знаете все акции просаживались в этот момент и в том числе снижение прибыли на акцию сыграла свою роль и акции компании ford вот если мы берем годовой диапазон падали примерно на 31 процент такое вот состоялось падение также насчет будущего что я хочу сказать выдержки сделал из новостных и аналитических ресурсов и я вам сейчас зачитаю второй по величине автопроизводитель сокращает производство седанов чтобы увеличить продажи компания выпустит новые внедорожники explorer и escape а также новый линкольн авиатор в конце этого года это стратегический шаг учитывая что вкусы потребителей перешли от легковых автомобилей грузовикам и внедорожникам ford полагает что предстоящие запуски внедорожника полностью компенсируют его выход из седана уже началось увеличение средней цены сделки за счет увеличения продаж грузовых автомобилей и внедорожников по сравнению с традиционными автомобилями то есть ford не очень преуспел в седанах и в принципе тренд мировой таков что люди больше пересаживаются на внедорожники соответственно компания ford планирует отказаться по максимуму от седанов и перейти в тот сегмент который может принести больше прибыли также какие еще перспективы для будущего передает агентство рейтер одна из недавних новостей ford motor планирует выпустить более 30 новых моделей в китае в течение следующих трех лет из которых более трети будут электромобилями заявил среду американский автопроизводитель стремясь переломить спад продаж в китае а китай как мы с вами знаем это один из лучших в мире авторынков то есть там потребляют достаточно большое количество автомобилей и компания ford стремится в китае расширить свой рынок и работать в сфере электромобилей это тоже довольно таки важно также ford проводит оптимизацию производственных мощностей закрывает неэффективные заводы вот вы могли слышать новости о том что в россии закрывается крупный завод ford недавно показывали эту новость по рбк значит почему они решили закрыть в россии потому что при производственных мощностях заводов 360 тысяч автомобилей за прошлый год ford выпустил всего 53 тысячи машин то есть в семь раз меньше чем он мог выпустить это значит что большая часть предприятия простаивала то есть закрытие заводов это момент положительный соответственно компания будет сокращать свои издержки и увеличивать эффективность увеличивать прибыль вот такие вот новости как бы три ключевых момента это переход на внедорожники и грузовики электромобили и оптимизация производств давайте поговорим о прошлом компании посмотрим график в принципе довольно таки все неплохо мы видим фиолетовую зону что выручка компании растет с 13 по 19 год прибыль достаточно нестабильна но по примере компания в убыток никогда не заходила то есть по крайней мере рассматривая этот диапазон про прошлое хочу привести вам данные ford недавно отчитывался за первый квартал 2019 года так вот продажи легковых автомобилей упали на 23 процента а продажи внедорожников выросли на 5 процентов и на 4 процента выросли продажи грузовых автомобилей то есть как мы видим как и ford озвучивает легковые автомобили продаются все хуже и хуже а внедорожники грузовики пользуются популярностью то есть мы видим достаточно интересную историю устойчивый рост выручки и модернизацию компании в этом направлении теперь вернемся точнее перейдем к здоровью компании к ее долговым активам долговым обязательствам ситуация ford по долгам довольно таки печальная как вы видите красная зона это рост долгов они очень сильно превалируют над капиталом компании то есть в принципе они соизмеримо растут но долги все-таки растут быстрее чем капитал компании 427 процентов это превышение долга по отношению к собственному капиталу это достаточно много но учитывая свободный денежный поток коэффициенты ликвидности в принципе можно говорить о том что компания ford не находится в каком-то плохом положении она может с этими долгами рассчитываться как я уже не раз говорил заемные средства кредитные средства в сша в европе они являются эффективным инструментом это в россии считается что войти в кредит это значит иметь нестабильное финансовое положение в европе и в сша если нет долгов у компаний значит скорее всего она неэффективна в плане развития то есть пользоваться в развитии только собственными средствами считается неэффективным но поскольку кредиты в сша достаточно дешевые и ставки очень низкие по сравнению с российскими кредитами это то что касается и и долговых обязательств теперь перейдем на вкладку дивиденды на текущий момент компания выплачивает 6 половиной процента дивидендами тратит на это 65 процентов от прибыли и планируется что с учетом роста прибыли на акцию в течение трех лет будет тратить всего 31 процент давайте перейдем в теньков и посмотрим дивиденды то есть достаточно давно компания выплачивает по 15 центов на акцию вот 24 29 января была отсечка и вот от компании пришли дивиденды учитывая количество акций в моем портфеле это получилось 23 доллара 23 цента по заверениям руководства компании они не собираются как минимум в течение двух лет сокращать дивиденды или как-то менять свою политику в принципе руководство пообещало что дальше дивиденды будут выплачиваться и все будет в порядке как я уже вам говорил на текущий момент входа див доходность по акциям 6 половиной процентов это высокая доходность учитывая то что это в валюте это достаточно хорошо в моей точке входа по графику который я вам демонстрировал у меня получилось див доходность от вложений больше семи процентов то есть эту компанию я рассматриваю как доходную часть своего портфеля она выплачивает хорошие дивиденды ну и как вы знаете предпочитаю те компании которые имеют потенциал роста и ford по моему мнению такой компании является пока она это оправдывает то есть она платит 7 процентов годовых дивидендов и растет вот на текущий момент с момента покупки прошло с января по апрель около четырех месяцев за четыре месяца она выросла на 17 процентов довольно таки неплохо возможно конечно будет отскок какие-то дальнейшие события негативные или позитивные но пока имеем такую картину также хочу вам привести позже по традиции мнение аналитиков на этот счет аналитику я использую зарубежную то есть что думают о приобретении акции аналитики за строгую покупку три аналитика покупать рекомендует один аналитик держать рекомендует 8 аналитиков и продавать или строго продавать не рекомендует ни один аналитик то есть мы получаем консенсус прогноз между держать и покупать достаточно неплохой показатель по инсайдерам давайте график открою чтобы был по инсайдерам довольно таки интересная информация и достаточно неожиданная то есть по за последние три месяца не один инсайдер то есть человек внутри компании который в курсе результатов в курсе финансовой отчетности и всего прочего ни один человек не приобрел акции форда но в то же время 12 сделок состоялось по продаже так если перевести эти показатели в количество акций то куплю на ноль продано 543 тысячи акций форда довольно таки интересный показатель я не знаю почему они их продают точнее продавали это было крайняя сделка больше чем месяц назад то есть в марте произошло прошут произошел ряд продаж и почему-то инсайдеры продавали довольно таки дешево сейчас мы видим цену 9 долларов 15 центов инсайдеры продавали свои акции по 8 и 7 8 и 4 то есть они как раз продавали перед ростом цен то есть возможно была какая-то дезинформация или у них ну может быть какие-то свои данные или была такая необходимость по крайней мере вот эти продажи они не оправдали но обычно инсайдеры продают когда знают что будут скажем какие-то негативные события в ближайшее время и ровно перед этими событиями они их продают тут почему-то обратная реакция произошла инсайдеры продали и цены пошли вверх ну этот вопрос мы точно не установим там есть определенная степень политики политики мировой и внутрикорпоративной поэтому можно принять это только в качестве информации по итогам что я хочу сказать давайте продемонстрирую стакан я помню что просили его продемонстрировать вот таким вот образом выглядят стаканы динамика торгов довольно таки объемная поэтому часто все меняется количество лотов видим по в зеленой и в красной зоне на покупку ордера на продажу таким вот образом выглядит стакан по форду по итогу что хочу сказать как вы уже видели как я уже не раз вам говорил форт находится в моем портфеле на довольно таки неплохую сумму я его достаточно подробно анализировал и мое мнение насчет форда таково что компания еще будет развиваться есть и возможности для этого хоть форт и вырос в последние недели тем не менее акции остаются дешевыми финансовые результаты показывают что форт должен достичь примерно 11 долларов за акцию то есть перспектива такая вот на на год это все не точно вы мне не верьте не верьте аналитикам подумайте сами это чисто мое мнение мой прогноз на акцию также компания дает хорошую дивидендную доходность собственно поэтому в основном я и держу их в своих портфелях и имеет смысл держать ее дальше поскольку 6,5-7 процентов это хорошая доходность а рост будет он или не будет это приятный бонус который может принести его потенциально до 30 процентов в год но это не точно он может принести и убыток форт я считаю что требует периодической переоценки и пересмотра порядка хотя бы раз в 6 месяцев или в год нужно пересматривать я бы не рекомендовал держать эту бумагу скажем так в долгосрок там на 10 на 15 лет я думаю что требуется пересматривать и как и уже говорил дивиденды очень хорошие если их соберутся отменять в перспективе год-два я скорее всего из этой компании бы вышел но пока она растет пока она приносит хорошие дивиденды она для меня интересно следующий отчет у компании форт будет 24 апреля совсем скоро посмотрим оправдает ли она ожидания и в какую сторону двинутся акции так что такое мнение мое насчет компании форт решение принимать вам на этом все удачи в инвестициях всего доброго